Вечер добрый И песни их слушаем Сегодня у нас срочная замена Чуть позже, тем кто не очень понимает Этой песню в чем дело Но традицию мы не нарушаем Поэтому первая песня коллектива А дальше я их представлю И поименно перечислю, естественно Познакомиться с аудиторией более подробно Как всегда живой звук в программе Живые Поехали Они стоят по четыре в ряд Они знают, что делать наверняка Одни расслабятся и сгорят Другим по-прежнему в кайф Они всегда напередовой Они знают все Наливай, держись Они зовут меня за собой Они зовут меня вниз Они зовут меня вверх Она приходит, когда я треск Она приносит с собой вино Вчера на небе, сегодня здесь Мы с ней всегда заодно Она приходит, когда я пьян Разбирает все Или бьет со мной Она приходит туда, где я Ко мне на самое дно Она зовет меня вверх На всех Она зовет меня вверх Ты слышишь смех Она зовет себя Она зовет меня КОНЕЦ Я вижу её такой Какой хочется только мне Наркотики, алкоголь Всё растворяется в ней Я знаю всё это сам Я вижу их всех насквозь Плак в каждой небесах Под суподобных колёс Она зовёт меня вверх На всех она зовёт меня вверх Ты слышишь смех Она зовёт меня вверх На всех она зовёт меня вверх Ты слышишь смех Она зовёт меня вверх Она зовёт меня вверх Она зовёт меня вверх Она зовёт меня вверх АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, собственно, группа Выдра Чего там особо-то Размазывать сейчас Всё по всему Спасибо огромное ребятам Хочу сказать Просто потому, что у нас случился Фос-мажор И, откровенно говоря, было ощущение Было опасение, что Программа сегодня вовсе не состоится Потому что Саша Чача Тот, который наив Катался на скейтборде Или на самокате Я даже не помню, на чём он катался В общем, упал лицом в асфальт Надеюсь, что с асфальтом Всё в порядке Но с лицом у Саши Не очень хорошо И губа повреждена И петь он не смог Поэтому на сегодня А узнали мы об этом вчера днём Во второй половине В общем-то Было невозможно Ну, не успевали мы никого найти И надо же такому было случиться Чтобы Фед слушал эфир Вот так буквально С группой тайм-аут И я произнёс в эфир Что у нас такая проблема И тут же группа Выдра Заявила, что хотят прийти Могут подменить Спасибо вам, братцы, огромное Спасибо за то, что откликнулись Так легко, быстро Поднялись И приехали Группа Выдра Дайн Ну, собственно говоря Вокал Гитара Фронтмен Идейный вдохновитель Самый главный бородач В коллективе Солнышко, лапочка Отец родной по совместительству Да Лучше к микрофону ближе Иначе тебя почти Потяни его к себе просто Не стесняйся Конечно Вот берёшь его за гладкой И к себе С добрым утром С добрым А я смотрю, у вас это прикол По-моему, у всех С добрым утром-то Это традиция Традиция У вас всегда утро Трактически Окей, двинемся дальше тогда Я буду по никам Мне так как-то Прикольный Бранд Бас-гитара Можно к микрофону Хотя бы раз за эфир подойти Сказать всем Обязательно Всем привет Молодец Спасибо большое У тебя всё хорошо Красиво Получилась Гитара Берег Всем привет Ну и человек Единственный в коллективе Как обычный человек Барабанщик У которого свой Собственный микрофон Которому он уже Отфет Здрасте, нафиг Нафиг, нафиг Это насмотрел Вчера эфиров Отличный эфир, кстати Очень я этих дяденек Люблю и обожаю Так мы тоже Мы тоже Спасибо тебе за твою любовь В группе Тайм-аут Спасибо тебе за то Что ты слушал Смотрел эфир вчера Иначе бы сегодня У нас не случилось Встречи в студии С группой Выдрят Вот так вот Мотологи объединяет Действительно Выручает Действительно Действительно Я прям даже сейчас Не знаю что и сказать Наверное спасибо Надо сказать в данном случае Кому? Мотологам Да Хорошо что начались песни Которая сейчас Кстати сказать Крутится в премьерах В эфире своего радио Ребята знали Куда целиться С чего начинать Так чтобы зацепить Аудиторию сразу Я сообщу всем Как с нами Связываться Если вдруг у вас Возникнет такое Желание и интерес 4647 Это короткий номер Для ваших смс 4647 Сначала пишите Свои Ну а затем Сделав пробел Пишите все Что хотели бы сказать В адрес коллектива Это могут быть Естественно Вопросы Какие-то эмоции Впечатления Делитесь Официальная группа Радиостанции Вконтакте Там тоже все просто Анонс уже давно Выложен В анонсе В тексте анонса Дайны Выдры Выделены синим Значит Активная ссылка Кликая на которую Оказываетесь В сообществе Там уже будете узнавать Все про группу Про их придвижение Концерты Ну и понятное дело Обо всем Выискивать ваше сообщение Выискивать для того Чтобы как-то их Опубликовать в эфире Если они достойны Того Вот Кажется мне Что все сказал Связанное с Коннектом Теперь надо бы Наверное петь дальше Теперь ты объявляй Пожалуйста Песни Которые будут звучать Следующая песенка По традиции будет Не наша Угу Вот У нее сложная судьба Да ладно Непростая Что такое Ну потому что Сначала Когда мы ее коверили Мы думали Что она одного автора В процессе выяснилось Что она не его Да и те Кого мы коверили Оказывается тоже Не очень авторы Так Да нет Подожди Мы сначала просто думали Что это песня Вени Дыркина Да То есть мы честно Делали ее под Дерфест И потом думали Че торги ее не узнают Как-то Странно Да и зрители в общем тоже Так Неизвестная песня Вени Дыркина Да Сначала мы сочли Что это мы просто Такие талантливые Аранжировщики Так А в итоге Выяснилось что все проще Чья песня это в итоге В итоге песня группа Алоэ Которая просто В тот момент же Что это все смешалось Песни люди Окей Прежде чем споете эту песню Я прочитаю Я думаю вам будет приятно Это услышать Валентина Бржизыцкая Бржизыцкая Так фамилия звучит Пишет Добрый вечер Группа хорошая А вот муж говорит Слишком правильная Прям нотка в нотку Все Сомневается что вживую играют Ждем еще песни Это мы сейчас налажаем Куда ж без лажа Забудь где-нибудь текст Так чтобы было понятно Спокойно Я могу сказать Что при нашей предыдущей встрече Я так и поступил Но это все равно Никто не заметил Итак как называется песня Песня называется Золото Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Группа Выдра Поехали Тихая заря Все мое золото Слезы Небо моего Все мои бриллианты Моя кровь Становится светлее Становится светлей и светлей Я встаю чуть свет И курю дрожа Черный пес Зевнув Пробежался Поросе Прячу руки в карманах А в них не гроша Ее взгляд Становится светлее и светлей Начинается день Открываются сны И от свежего воздуха Пьяней пьяней Тормовое вино Бесценная жизнь Тихая заря Все мое золото Тихая заря Все мое золото Моя кровь Становится светлее и светлей Я глотаю дожди И морские ветра И на всех парах С папиросой в зубах Иду к тебе Я в пол седьмого утра Моя курска Становится старее и старей Отчего мне тепло? Отчего мне тепло? Слезы в глазах От таких скоростей Ты спишь, дорогая А я с кучей стихов Слезы неба моего Все мои бриллианты Слезы неба моего Все мои бриллианты Тихая заря Все мое золото Слезы неба моего Все мои бриллианты Тихая заря Все мое золото Слезы неба моего Все мои бриллианты Ну, присаживайся, давай Болтать будем дальше Присаживайся Вот я сейчас почитаю, что пишут И пишут, надо сказать, удивительные, на мой взгляд, вещи Вот, например, Юля Пистусова А Выдри ничего не знаю, кроме песни Что премьерится сейчас на своем По одной песне не понять Нравится группа или нет Будем послушать Вживую, кстати, вверх нравится больше, чем в записи Студийный вариант как бы приглажен Каких-то эмоций в нем не хватает Мне, чтобы песня так сильно понравилась Так что вживую лучше Но я могу сказать, Юля, что она сильно ошибается Потому что в ротации не кроме песни Вверх премьерная По эту сторону сна Есть песня, она звучит Парабеллум звучит И, в общем, достаточно плотно На самом деле Видимо, вы просто не обращали внимания Ну, как бывает Радио работает, иногда с фоном Музыка играет И как-то так не прислушиваюсь Вы споете сегодня, кстати, что-то из того, что я сказал? Обязательно А мы, я думаю, все это споем Я думаю, что мы споем это все И еще немножко всякого разного Ну, скажем Парабеллум, например Да? Скажем по эту сторону сна Да? Окей Так, чтобы люди поняли, что они знают вас Они вас слышат Нет, у нас всегда можно послушать вживую Ежели вдруг там, ну, записи, да Вот Вот смотри, что пишет Сейчас поговорим куда Максим Зверев пишет Своим привет Моя история знакомства с творчеством выдры такова Сидел я как-то дома Перелопачивал старые архивы живых Так как с нашего их уже ушли А свое только тогда строилось Еще не что-то конкретное Просто что-то такое, что еще не слышал Тут вижу выдра В программе живые Скачал, послушал и понял Вот она очередная находка в мой плейлист Правда, никак руки не дойдут вас скачать Вопрос А группа-то не против, чтобы вас скачивали? Спасибо за ваше прекрасное творчество Мы наоборот за Во-первых, выбора нет Во-вторых, если не можешь предотвратить возглавь В-третьих, если найдете что-то Ближе к микрофону, ребят В-третьих, если найдете что-то, пожалуйста А что, трудно найти, что ли? Ну, не, найти можно Легко, но мало Да, легко, но студийных записей крайне немного Ну, вот Константин Семенович, кстати, он регулярно обновляет и поддерживает, насколько я помню, раздачу на торрентах Анталу и всего, что нашли нашего И его личного, и собственного Кстати, группа-то существует, как я понимаю, с седьмого года Давно То есть уже восемь лет Да А почему так мало за студийных записей? По ряду объективных и необъективных причин Ну, одна объективная причина бабки, я понял Вторая А вторая, детки, ну, в том плане, что происходило регулярно Вот только когда додумаешь, что вот все, можно писаться отлично Сразу как-то состав разваливался Правда, в основном он разваливался вот в том сегменте А что сразу я-то? А потому что... Я как пришел, все, ко мне пусть плакал Нет, подождите, у нас состав не развалился уже слишком долго, столько не живут А записи-то все равно нет А записи нет, да Почему? Нет, запись-то есть, записи нет Да, запись-то процесс Итак Запись и результат Та же Юля успешно Да, могла не заметить, групп много в ротации Уже не так просто всех запомнить Больше времени нужно Кстати, тогда вопрос к Юле, а что, плохо, что групп в ротации много? Или это хорошо? Кстати, это ко всем вопрос Давайте-ка вот сейчас пока напишите Мне, естественно, стало любопытно 325 коллективов сейчас в ротации своего радио Это действительно такая цифра серьезная Я вот думаю, добавлять, не добавлять Может быть, кого-то уже убрать из ротации Может быть, этого, правда, много Ну-ка, давайте Мы посмотрим, прислушиваемся к тому, что скажет народ Будет любопытно просто узнать мнение 4647, напомню еще раз 4647, это короткий номер для СМС К своей пробел А дальше уже все, что хотели бы сказать в адрес коллектива Ну и группа ВКонтакте И чат на сайте своего радио Брюс Лев пишет Ребята, расскажите краткую историю своей группы и ее создания Ну, если можно кратко, да? Уже Все, рассказали, спасибо В общем, образовались в седьмом году Развалились пару раз и снова И играем, все Вот это вся история Как я понимаю, создание коллектива Ну, твоя же была история Идея твоя была? Идея, ну, как сказать Идея была совместная Просто на протяжении большого количества лет Я играл себе в одно лицо акустику Там с редким вкраплением с ишинистов разных И было нормально Потом ко мне приходят вот эти два мальчика Укомплектованные тогдашним барабанщиком И говорят Чувак, давай делать электричество Тебе это понравится Ах, если б я знал, на что подписываюсь Как же он тогда ошибался Да То есть результат ничто Но процесс был не такой Все это какой? Тяжелый, местами неприятный Иногда болезненный Ты имеешь в виду процесс создания коллектива? Или процесс... Процесс адаптации Притирки Становления Развитие Становления Ну, это нормально Мне кажется, любое новшество Любой новый коллектив Он всегда... Особенно, когда в коллективе Есть люди творческие Когда они не только те, кого ведут Они еще и ведущие сами Но каждый из вас имеет собственный характер Каждый из вас имеет собственный взгляд Собственных тараканов Естественно, собственных тараканов И эти тараканы иной раз затмевают тараканов Которые у лидера в сознании И вот тут начинается борьба Борьба! Вы боретесь друг с дружкой? У нас был период, когда прорезались молочные личности в этом составе Так Вот Ну, вроде как, пока прорезались Сейчас уже не боремся Поняли, что это бесполезно Бесполезно в каком смысле? Да Проще убить или смириться Вы решили смириться А, ну, то есть с законом сходиться не хочешь Поэтому лучше смириться Этой всей истории Кстати, а что касается смириться Если, ну, скажем так Понятно, что мы очень часто идем на уступки друг к другу Если мы хотим работать вместе Там, жить вместе Трудиться Создавать какой-то процесс Созидательный процесс Производить Какое-то дело производить И очень часто приходится идти на уступки Да? Кто чаще В данном случае уступает? Дайн или все остальные? А у нас нет уже такого разделения Статистика не на моей стороне Не, на самом деле У нас уже, как бы, вот Скажем так Эта масса, вот Которая выдруй себя представляет Она уже плюс-минус устаканилась То есть там какие-то бурные реакции перестали происходить И оно так побулькивает Кто там, кто там, кто здесь Ну, уже так, по чуть-чуть Скажем так Вот в данный момент возглавляет вопрос Тот, кто в нем лучше разбирается А кто в нем лучше разбирается Это решается вот в процессе Окей Окей Вот народ начал отвечать на вопрос Хорошо или плохо Народ пишет, что это очень хорошо Не надо ничего выбирать Еще хотим Очень хорошо Люблю многое разного Ну и так далее Очень хорошо, очень хорошо И вот Александр Тарасенко вдруг пишет следующее Мое мнение по поводу количества групп То, что их много, это отлично Но то, что многие песни в течение дня повторяются Или же группы повторяются То это, считаю, плохо Нормально? Заелись как На всех радиостанциях Одна и та же группа Появляется в эфире раз 50 Только с разными песнями А может быть и с одной и той же Александр, дело в том, что Никогда в эфире своего радио Ничего не повторяется Кроме премьер Премьерные песни Это те песни, которые Докатываются в эфире аж сто раз Вот до того момента Когда человек скажет Ну я, конечно, люблю группу Выдра Но уже не могу Как минимум трижды в день Звучит каждая из премьерных песен Все остальные песни Как коллективов Так, собственно говоря Коллектива Выдра, например Или других коллективов Появляются в эфире максимум один раз В сутки Нет больше такой радиостанции По крайней мере, я не знаю Где такая мощная И, я бы сказал Неповторяемая ротация Так что, Александр Вы чутка попутали Кстати, Семен Чутка попутали, да На самом деле Группы иногда Идут достаточно частенько Одна и та же Я вот сейчас на работе Постоянно слушаю эфир Днем слушаешь? Да С 12 до 4 Нет Где-то с 12 до 8 В среднем Да, да Вот с 12 до 4 Всидит, например, в эфире Рома Чехов А у него здесь группа ключевая В гостях Нет, это понятно Понятно, что в это время Играют побольше песен Группы ключевая, естественно А так, чтобы А мы с тобой потом выйдем Я тебе покажу плейлист Ты скажешь Ты поймешь Ты поймешь, что ты ошибся Что? Не повторяются Я точно это знаю За плейлистом Опасно Слежу Слежу За плейлистом слежу внимательно Повторы, еще раз повторяюсь Продон, за пафтологию Могут быть Только в случае премьер Либо если в гостях У дневного ведущего Либо у Ромы Либо у Андрея Кто-то из музыкантов И понятное дело Обычно по два часа общаются Час-два Ставятся песни Этого исполнителя Ну не все Не весь час Но побольше немножко Там два-три раза Они появляются Потом по плейлисту Уже дневные Ведущие его не отслеживают Эта группа снова может появиться Но уже в нормальном В реальном плейлисте Вот и все Вот именно поэтому Есть ощущение Что где-то что-то повторяется На самом деле нет Не так все Уговорили Спасибо Я ждал твоей фразы Что ты наконец мне И выходить не надо Отмазался Ладненько Давайте петь дальше Что это будет Дальше собственно да Сейчас будет песня Традиционная Посвящаемая Работникам баров С которыми нас сводит жизнь Не с работниками А с барами Часто Часто жизнь Своя делая Ну у кого-то может быть Бывает и с работниками А у кого-то и с барами Да Вот Всех вот фестивальных Харчевин Прочих заведений Которые доставляют нам радость Потому что все Что для нас радость Для них Это зомби апокалипсис Особенно ближе к 6 утра Ну поехали Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня группа Выдра Поехали Неделю назад Я думал, что броши пить Это как будто взять Разбить окно И выйти Я медосказы Я скальпель врача Дай мне парабеллу Мама Я знаю С кого начать Сегодня я трез Господи Так нельзя Так где кончается Логика Мне всегда помогут Друзья Я ненарочно Мама Так за реча Дай мне парабеллу Мама Я знаю С кого начать Кто совершил прогноз Кто совершил обман Я посмотрел в окно А там все время Только зима И это мерзаю Мама Прямо сейчас Дай мне парабеллу Мама Я знаю С кого начать Да Если меня нет здесь Значит, я где-то там Если с утра я в Питере Значит, к вечеру Буду в хлам Многие видят Бога Многие обвинят В том, что многие Видят Бога Вследствие меня Я не преступник Мама Так тягатит печаль Дай мне парабеллу Мама Я знаю С кого начать Давай Дай мне парабеллу Мама Дай мне парабеллу Мама Дай мне парабеллу Мама Да Дай мне парабеллу Мама Дай мне парабеллу Мама Я знаю, с кого начать Ну вот, к примеру, песня из ротации Из ротации своего радио Это я для тех, кто, может быть, до сих пор пока не понял Что группа выдра, группа своя И достаточно давно уже крутится в ротации Расскажи, пожалуйста, кто пишет тексты? Я, в основном А кто еще тогда, если не в основном? Из этих вот никто Те, кого мы коверим Да, ну это либо мои тексты, либо ковера Либо за крайне редким исключением Которых сегодня будет, видимо, два Да Да, это песни, которые написал мой очень хороший, очень старый друг Который сам давно от дела отошел И сказал, делай с ним, говорит, что хочешь Ну, я сказал, ну окей, что, и делаю Как зовут друга-то? Друга зовут Степан Сокур Наиболее известный в узких кругах, как Паладин Страшный человек Почему страшный? Ну так Вот как посмотришь на него, сразу как-то не по себе И не скажешь, что вот в нем скрывается такая тонкая душевная организация И богатый внутренний мир То есть внешность обманчива? Не то слово Вот у меня есть хороший приятель давнишний Мы с ним давно, давно, правда, уже не общались Как-то разошлись пути Игорь Марков зовут его Игорь, если слушаешь сейчас, тебе большой привет Добрейший души человек Тончайшая душевная организация Очень изящный по мыслительному процессу А внешний, ну такой крупный, большой, смотришь на него, убийца Вот реально внешность человека, который может так взять тебя за голову И свинтить башку сразу же Ощущение именно такое И те, кто его не знали, всегда боялись к нему просто даже подойти Потому что он весьма сурово выглядящий мэн Хотя на практике, если уж там пообщаться, да более того, знать этого человека Милейшее создание, милейшие души человека Так что ничего, нормальненько, это нормально Так бывает Хорошо Если уж ты говоришь о каверах Ну один, допустим, вы уже Это к нему исполнили, да? Да Я просто знаю, что у вас в загашнике есть один каверочек Мы его напоследок Мы думали напоследок, иначе рискуют бомбануть и забрызгать А мне кажется Вот меня простите, конечно Мне кажется, что сейчас вот настал тот самый момент Когда аудиторию надо добить окончательно Так, чтобы люди понимали, что дальше слушать нужно с обостренным вниманием Может быть, вы поменяете свою программу Поверьте мне на слово, я просто знаю, что говорю Уже половина девятого, полчаса прошло Программа уже в самом разгаре Вот сейчас бы зарубить эту историю, да? Хорошо, давайте сейчас я толкну маленькую телегу И даже не будем называть песню Нет, обязательно Естественно, мы ничего не будем называть Но те, кто знают, те знают А те, кто не знают... Об одной и той же истории сейчас говорим Да Я уверен, что об одной и той же истории И группу называть мы не будем Если у вас, дорогие мои маленькие радиолюбители Тонкая душевная организация, крайне богатый внутренний мир Если вдруг вы почувствуете некоторый дискомфорт в процессе прослушивания этой песни То знаете... Если оботриться не только вниманием То знаете, что она исполнена в таком виде С исключительным уважением к оригиналу Который мы все очень нежно любим Это вот хорошо, что ты об этом сказал Прежде чем начнешь петь эту песню Итак, я тоже удержусь от соблазна Назвать песню и группу На которую сочинен этот кавер Сделан Слушайте сами Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня Дайан и Выдра Погнали! Твой дом стал для тебя тюрьмой Для всех, кто в доме ты чужой Ты был наивен и ждал перемен Ты ждал, что друг тебя поймет Поймет и скажет «Вперед!» Но друг блуждал среди собственных стен Горела спальт От сбитых с неба звезд Горела спальт Больших колес Горела спальт И чувствовал тепло Горела спальт Сникам на злоу! Ты сам решил пойти на риск Никто не крикнул «Берегись!» И ты покрасил свой шлем в черный цвет Как зверь мотор в ночи ревет Пустынь, разъезд, разворот Ты мстил за грустью любви прошлых лет Еееей! Запела спальт Ты слышал каждый звук Запела спальт Как сердца слух Запела спальт Ты был его герой Так пела спальт Пел за спиной Данцуют все! Был миг Ты верил в знак удачи Ведь ты был молод и горяч Но твой двойник мчал навстречу тебе Он был свободен, как и ты Никто не крикнул «Тормози!» Такой приказ неизвестен свой теперь Эй! Реклама, Москва, Реклама, Реклама, Реклама А теперь всем залом Вдруг как в сказке скрипнула дверь Все мне ясно стало теперь Сколько лет я спорил с судьбой Ради этой встречи с тобой Мерз я где-то, плыл за моря Знаю, это было не зря Все на свете было не зря Не напрасно было Горела спальт От беды с неба звезд Горела спальт Большим колес Горела спальт Ты был его герой Так пела спальт Лет за спиной Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Субтитры сделал DimaTorzok Нет никого, у кого там бомбит Очень неожиданно Хорошо, хоть кто-то поет не как Кипелов Дай бог ему здоровья Я больше скажу, никто не поет как Кипелов Кроме Кипелов Народ необычно, интересно Хотя сначала шокируют Быстро шокируют ближе к середине Круто, впервые подобный кавер на Арию Слышу, обычно пытаются скатать Ну и так далее, народ Вау, не узнал Арию в таком варианте, прикольно Отрицательные отзывы есть? Мне все больше нравится Пока нет, пока нет Вот это и настораживает Офигительные просто ребята Офигительные Лену Ксюричу, у нас группа просто офигительная Значит, восхитительная и потрясающая Спасибо Ржу не могу, лицо резиновое Ай, спасибо Рома Михеевич написал Да, мог бы и сказать Так, неожиданная концовка Да и весь трек весьма неожиданен Но красив И так далее Вообще скажите, с какой Стать, какого лешего Вы именно эту песню Решили вот так вот испохабить? Спросите меня, с какой пьяной радости это было Я отвечаю, это было с пьяной радости Просто так вот взял А вот с какой всех не перечислишь Этих пьяных радостей Нет, нет, секундочку Но бывает обычно, как кавера делают Или каверы, как правильно по-русски По поводу Да, ну вот как для Венедеркина там и так далее Вот делают какой-то кавер для того, чтобы это было В какой-нибудь, может быть, пластиночке изданное Этот кавер получился сам Кавер для пластиночки мы сейчас как раз сделаем Как бы там для пластиночки каверов кошки Сашки Например Так Да, вот, собственно, который, как помнится, вы рекламировали как раз Да, конечно Вообще, кошке надо пожелать здоровья Вот, хотелось бы, чтобы она выздоровела С учетом того, что она давний боевой товарищ То когда нам предложили там поучаствовать, мы-то сразу подписались Так Вот, а вот такие кавера, они зачастую вообще спонтанно абсолютно Ну, по крайней мере, вот это точно То есть, как обычно, музыканты собрались порепетировать Репетиции как-то не сдалось, начали фигней страдать Угу Все У вас часто вот так бывает, когда вы фигней страдаете И неожиданно что-то А-а-а Чаще, чем хотелось бы, но реже, чем могло Видимо, не часто Мне кажется, что вы могли бы так перелопатить весь русский рок В хорошем смысле И сделать, между прочим, целую неплохую программочку Это вот я смотрел какой-то концерт Пушнова в Питере Ну, зачем в Питере он тут был? Не, это я тоже, это я послушал уже Вот, я смотрел какую-то запись концерта Пушнова И какую-то песню начинают играть, что-то там сбиваются И начинают какой-то джем шарашить Народ в зале прется Пушнова в какой-то момент становится Говорит, слушайте, ребят, мы на самом деле Можем такой хрени сыграть Вот половину, ну, один концерт так точно Вот у нас такой хрени тоже полно Ну, а что же вы тогда? Надо показывать эту хрень-то, что? Это же весело Не, я не к тому, что сейчас обязательно Нам-то, может, и весело, а слушателям каково? Почему? А слушатели тоже должны ржать Как мне кажется, народ веселится и радуется Слушатели должны все-таки не только Мы хотим и своего чего-нибудь поиграть Это естественно Ну, к тому же, на таком поле и так много Кто пасется на Западе Есть там всякие Айрон Хорс и Ричарда Чиза Которые там вот все в таком духе переделывают У нас там Село и Люди, например Вот Ну, я понял Полностью ты в этом говоришь, чем Мы не всегда артисты комедийного жанра Юмором надо либо заниматься всерьез, либо для души Ну-ка, понятно То есть это была такая история для души Да А свое творчество, оно всерьез Я такой Я ждал, что будет гемерический хок Передать огромный привет Фету из студии Артемия Лебедева от меня Он должен меня вспомнить, Леонид Князев пишет Здравствуй, Леня Вот Ну, надо сказать, что Фет, он же Федор в быту дизайнер Ну, нет А как? Я по другую сторону баррикад Как ты называешься? Ну, вообще, я фронт-энд-разработчик Да говори Программист, короче Вот и все Тут начал какие-то матерные слова употреблять Фронт-энд-разработчик Да Кто из вас чем еще занимается, помимо музыки? Раз уж мы все-таки коснулись Ну, я тоже программист, если коротко Ой, второй программист Развелось В коллективе Развелось вообще Вообще, между программистами Заводы стоят Очень много музыкантов Ты у нас Я полиграфист-технолог Так, подожди А сейчас еще полиграфия Если по-русски, да? Вообще, как-то работает еще? Еще как Подожди Ну, я понимаю, что всякие баннеры Там, всякие рекламные щиты Это да А книжки? Книжки, упаковки Там, кожгалантере Все что угодно Да ладно Конечно Мне казалось Виде маечки? Маечки, да А, в этом смысле? А, ну тогда да Я просто как-то заходил в книжную Я понял, что, в общем, станков не надо уже Нужно просто иметь Ну, или как бы там Особые какие-то возможности Нужно просто иметь одну матрицу Которую будешь шлепать Они все одинаковые книжки-то Только авторы меняй А так-то все книжки сейчас идут одинаковые Но мало чего интересного есть Или только перепечатывать старую классику, например Поэтому, когда говорит Я полиграфист, я начинаю Если маечки, то понятно Да, маечки нужны всем каждый день Нет, что касается книг Кстати, есть очень интересная тема Восстановление старых книг То есть люди переплетают заново старые, ну, как бы, страницы И вот это целая отрасль очень интересная Можем поговорить об этом? Зачем? Можем Ты в миру, кроме музыки Я геодезист Полевое быдло Ты этим занимаешься? Да Реально Я на это учился Так Меня в процессе учебы один раз выгнали из института Я туда вернулся Так Успешно закончил первый курс, а потом второй и далее И уже Сколько? Блядь У нас какой год на дворе? 15-й 15-й Сколько? Я больше 10 лет в поле А что делает геодезист в поле? Прости, конечно Я, может, не в курсе Геодезию Нет, ну, объясни Еще картографию Не, ну, картография это немножко не мой профиль У меня сопровождение строительства Вот сейчас Сопровождение строительства Все, по-моему, смотрят друг на друга и питаются То есть люди строят, а ты ходишь следом Да, конечно С рулеткой Ну, в чем твоя функция? Функционал какой? Вынос соседей сооружения, изготовление исполнительной документации Как сказать еще? Я не знаю Ходит по яме и мерит, как ее выкатывают Если у нас есть прораб, который говорит рабочим, что им делать Так То ты? Он говорит, почему это надо делать Да, то я говорю, почему и какая вообще всего этого цель То есть ты мотивацию даешь своим работникам Устойчивую, тяжелую мотивацию Я понимаю, что глядя на тебя, в принципе, можно представить, что они тебе верят, когда ты мотивируешь Ты же парень суровый А уж если я еще и улыбнусь Давайте дальше пишем Что это будет дальше? Песня? Ну, конечно Ну ладно, давайте сыграем простую Которую? Которую Монах андеграунда Песня на четырех аккордах Так называется как? Да, так и называется Это как раз вот песня Текст, который написал вот тот самый Степан Сокур Много-много-много лет назад Песня очень старая Песня что-то образца где-то 2001 года, может быть Называется как? Монах андеграунда так называется А, вот так и называется Больше известная как песня на четырех аккордах Как всегда, живой звук в программе Живые Здесь сегодня группа Выдра Поехали Эй, ты, монах андеграунда Подставляй свой граненый стакан Эй, ты, лейтенант-пацифист Променявший свой на военный план Он и строя бойцов за живое искусство Ведь здесь уже нечем дышать От мочи, перегара и табачного дыма Что так любит его допускать Нам в глазах своих песнях Нам в глазах своих песнях Эй, ты, политический деятель Сменивший свой матюгальник На лиру чему призываешь ты своей музыкой Не вернуться к старому миру Эй, ты, кумир молодежи С изрезанной вены между меток и глы Хватит, хватит звать к миру посредством войны К любви путем суицида К любви путем суицида Эй! Эй, ты, лейтенант-пацифист Хватит плавить мою жизнь Эй, ты, малыш, фонограммчик Проглади микрофон Или просто заткнись Эй, ты, продажная юбка Чем мычание правды Назовут остряки Подари мне гитару Иначе я скоро издохну От черной тоски По живому искусству По живому искусству По живому искусству Эй, ты, монах андеграунда Подставляй свой граненый стакан Эй, ты, монах андеграунда Подставляй свой граненый стакан Эй, ты, монах андеграунда Забивай под рукам свой хваленый план Эй, ты, монах андеграунда Давай выпьем с тобой за живое искусство! За живое искусство! За живое искусство! Слушайте, скажи мне, а монах андеграунда это мем такой? Или что это? Возможно, что-то я пропустил. Никто не знает. Это было слишком давно и неправда, чтобы понять, какие там действующие лица. Просто мне обидно за андеграунд, если бы там только одни монахи. Я бы хотел, чтобы андеграунд все-таки размножался, развивался, рос. Так, чтобы можно было из этого андеграунда выдергивать что-то в мейнстрим, выводя. Понимаешь? Монах. А может, он монах в хорошем смысле этого слова? А монах в хорошем смысле трахается, что ли? Ну, если он андеграунда. Давай уже прямым языком. Смотря что он исполняет. Монах в хорошем смысле. Это человек, который не имеет возможности размножаться. Если он в песне бухает, то может быть и трахается. А вот если он нейромонах? Значит, Эрик Снегов пишет. Отличный кавер. Это он возвращается назад. А можно узнать, что за примочка у гитариста напоминает по звуку советский олдскульный дисторшн со входом с совок пятерка. Музыканты поймут. Говорю, напоминает в хорошем, ностальгическом смысле. Звук шикарен. Что за примочка? Ну, это преамп Тирек Спиндоктор 2. Ну, вот Эдик немножко ошибся. Но, тем не менее, он сказал, что звук шикарен. Я считаю, необходимо сказать спасибо звукорежиссеру программы «Живые» Сергею Дебальскому. И можно даже спасибо. Поплотить. Большое человеческое спасибо. Да, потому как мы за звук бьемся активно. И хорошо, что он нравится аудитории. Звук бьется против нас. Так, вот что. Тут народ, правда, интересуется такими интересными для меня странными вещами. Но я не буду об этом спрашивать. Скажи, когда ближайший концерт? Где? Где можно вас живьем увидеть? Воскресенье? Ну, короче, у нас будет какой-то между собой что-то в воскресенье в прекраснейшем, уютнейшем клубе. Я что, могу его назвать? Как он называется? Конечно. Археология. Вот, он хорош. Я там пью. Меня там можно регулярно увидеть, потому что я там пью. Чай. С тобой. Который пьет мне чай. Когда? Когда? Воскресенье? В это воскресенье? Да, мы там будем в воскресенье. Ну, так, на мелкосете. Во вторник, по-моему, или в среду будет... В среду. Автопати фестиваля платформы в Ногинске, который, кстати, был. Вот там баннеры ваши висели. Ну, в общем, мы правильно делали, что висели. Так и должно было быть, да. И там мы тоже будем. Правда, скорее всего, в акустике, потому что он будет такой акустический, этот автопати. Дальше пока не скажу. То есть у нас есть несколько замуток на фестивале. Возможно, будет фестиваль в Казани. Ну, не совсем в Казани, так под Казани. Ну, так, Мриел. Нет, не Мриел. Нет, не Мриел. Это не Мриел. А, ну, хорошо. Фестиваль под Казани. Возможно, будет. Я надеюсь. Еще у нас были какие-то мутки. Не, вроде все. Ну, вот на Дикий Опен нас не берут. Да, на Дикий нас не берут. Почему? Мы не прошли. А что значит? А там сложная система отбора была? А там была трепетура. Сложная, запутанная система баллов. Вот. И мы, в общем, набрали баллов меньше. А как было набирались, пардон, я хочу понять. По каким принципам? Сначала был конкурс репостов, на которые мы забили. Так. Потом был живой отбор, на который мы попытались забить, но не смогли. Так. Вот. И что самое удивительное, после этого всего мы что-то оказались где-то... В сороковом месте. Из примерно ста. Или сколько там? Из восьмидесяти. Одного, по-моему. Очень жалко. Мы, кстати, поддерживаем этот фестиваль. И у нас там своя локация будет. Да не знаю. Да мы тоже его поддерживаем морально. Мы поддержали, чем смогли. Очень жалко, что вас там не будет. Мне кажется, вы бы могли раскачать зал. Ну, в смысле, площадку, на которой вы будете. Не в последний раз. В следующий раз постараемся не забить на участие. Где? В этом фестивале. А, в этом фестивале. Ну, какие-то вы расхлябаны, я вам скажу. С вашей музыкой, с вашими возможностями надо выступать, мне кажется, на любом, на каждом фестивале, который может появиться. Не забивайте. Не, мы не забиваем. Мы в целом, как это, ходим везде, куда зовут. А тут-то забили. Как правило, не безуспешно. Репосты забили. Мы просто про рекламу забыли, если честно. Ну, вот те нате. То есть, вот наоборот, как раз расслабились. То есть, привыкли, что как-то нас зовут. Типа, ребята, будет фестиваль, приезжайте. Я так говорю, ну, у вас же там, наверное, отборы. Пацаны, для вас какие отборы? Вы что, просто приезжайте? А тут вот зажрались. Да, зажрались. Надо будет расслабиться. Наоборот, взять себя в руки. Хорошо, что понимаете. Давайте дальше петь. Что это будет? Ну? Ну, посоветовались? Порешали? Нет. Ну так решайте. Что? Так, у нас там получится слишком много камеров. Сколько вешать в БПМах? Ну, ничего. Ничего, какая разница? А, давайте тогда сыграем традиционный, потому что он в тот раз отлично зашел. Септембер? Да. Да. Вот, мы эту песенку играли в предыдущей... Тебя не слышно. А, меня не слышно? Слышно, слышно. Слышно, ну. Вот, это песня, которую мы играли при нашей первой встрече. Угу. Так. Вот, ее мы и сыграем. Как называется-то? Песня называется «Сентябрь». Это кавер на группу «Аквариум», сделанный для кавер-сборника группы «Аквариум». Вот тебе, вот, не просто сделанный, а для кавер-сборника. Погнали. Этой ночью небо не станет теплей. Сентябрь, сладок, утро, можно ждать до утра. Он пьет, но едва ли ему веселей. Он не хочет веселья, он хочет вина, Чтоб еще чуть-чуть отложить слово «пора». Сентябрь, сладок, как папиросный ты. У каждого есть свой метод. Я знаю твой чужое дыхание на чьем-то плече, Когда оно было твоим. Будь один, если хочешь быть молодым. Будь один, если хочешь быть молодым. Будь один, если хочешь быть молодым. Один! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все вниз, сегодня будем праздновать ночь. Сентябрь, сладок, праздновать ночь без конца. Белый стол, черный чай. Эй! Пурпурное вино. Я знал того, кто знал ее, Но я не помню его лица. Браздновать ночь без конца. Эй! Браздновать ночь без конца. Ага! Праздновать ночь без конца. Эй! Праздновать ночь без конца. Ну, что я могу сказать. Ну, когда музыканты не портят тот оригинал, который есть, И когда это звучит узнаваемо и ничуть не хуже, То это большой вам комплимент за чувство меры и чувство музыки. Круто. И не только я это заметил. Народ пишет о том, что действительно очень здорово. Вот, например, Сергей Малявин написал, Что это вообще одна из моих любимых песен БГ как минимум не испортили. Взаимно. Это же круто. Это же круто. Мы, кстати, где-то заболтались, мне кажется. И только пятая песня сейчас прозвучала. Хотя должно быть шесть в часе. Можем прям жахнуть сразу. Поэтому, да. Вот я думаю, что нужно немножечко нам традицию все-таки не нарушая. Музыки нужно побольше. Ты так сетовал, что каверов как-то много. Давайте что-нибудь свое. Ок. Прямо сейчас. Потом уйдем на паузу, на перерывчик. А, чтобы всем было над чем подумать в перерыве, давайте сыграем новенькую. Вот. Это премьерка, что ли, будет? Ну, в радиоэфире, да. Ух ты, как называется. Песенка относительно свежая. Песня сразу, чтобы во избежание всяких там, то скажут, что плохой, нехороший, никакой политики. Эта песня посвящена войне Мартина Химеера. Марвина, Марвина. Блин, простите, я дебил. Так, ничего, прощай. Ничего, не привыкли. Войне Марвина Химеера, короткой, но яркой. Как всегда, живой звук в программе живые. Здесь сегодня группа Выдра. Погнали. Когда за тобой придут, не смотри в глаза, не смотри на небо над головой. Это на беду, что еще сказать? Скажи спасибо, пока живой. Не важно, кто будет бить. Не важно, за что и чем. Не оборачивайте, смотрите. Это в порядке вещей. Руки за голову, морды к стене, козел. Это логично, они в своем праве, но если нет, то пойди и купи себе ствол. Когда за тобой придут, ты откроешь дверь и запустишь всех, кто стучится в дом. И подумаешь, надо же, кто теперь охотник, кто жертва, кто. И в самый последний раз Ты, подавляя злость, Спроси сам себя с утра, Ну что началось? Это судьба, ты знаешь, зачем ты пришел. Время требует быть толерантным, Но если нет, то пойди и купи себе ствол. Купи себе ствол. Купи себе ствол. Они расскажут тебе, как устроен мир, И расскажут про твое место в нем. Это несложно, пойми, Все, что возьмешь, твое. Взрывай очеку гранаты, Эй, и до встречи в аду. Это все, что ты будешь знать, Когда за тобой придут. Сдохни, но сделай, сдохни, но выполни дом. Хватит делить мир на черное с белым, Но если нет, то пойди и купи себе ствол. Купи себе ствол. Купи себе. Купи себе ствол Купи себе ствол Купи себе ствол Купи себе Ну что ж, давайте продолжим Хочу напомнить, спешу напомнить Что сегодня здесь группа Выдра Тем, кто задает вопросы Люди появляются не с самого начала Где Наив, где Наив Еще раз хочу повторить, что лидер группы Наив Александр Чача Иванов Получил травму Катаясь то ли на самокате, то ли на скейтборде Я не очень понял, упал лицом в асфальт И когда я с ним разговаривал По телефону Оказалось, что даже разговаривает Губа болит и сложно тем паче разговаривать А петь так вообще сложно Поэтому пришлось срочным образом Искать замену, и она нашлась неожиданно Мы уже думали, что сегодня вообще эфира не будет Потому что узнали поздно очень сильно О травме Чачи А вот тут добрая группа Выдра Услышала об этом в эфире И спасибо им большое за то, что они Приехали к нам внеурочно Все равно бы приехали к нам по-любому Но вот приехали к нам срочненько Для того, чтобы заткнуть, так сказать Возникшую, извините за такую вот Фразооборот, дыру в эфире Прежде чем споете следующую песню Потому что пауза была большая Я почитаю сообщение от Екатерины Устиновой Оно пришло буквально на последние песни часа И я не мог его зачитать Ребят, знаю как раз с того самого Пресловутого Дерфеста Когда все После нескольких акустических сетов Под завязку пытались понять Что это за венина песня такая звучит В электрическом-то исполнении Выдры К тому моменту народ уже расслабился И перед сценой в танцпортере все сидели Хорошо помню фразу Дайна Откинувшего взглядом зал И произнесшего Ребят, впервые вижу столько людей Пришедших посидеть на электрический концерт Понимаешь, какая интересная штука-то происходит Как часто бывает, что в программе живые Сходят с пути слушателей, музыкантов Причем очень неожиданно Люди помнят тот самый Дерфест О котором ты говорил часом ранее Это совершенно нормально Сидеть на электрическом концерте Вообще небезопасно Особенно там, где находится танцпортер Могут затоптать Те, кто не сидит Окей, какая будет песня сейчас? Сейчас будет вот в противовес Вот в предыдущей Мы сейчас сыграем Очень романтичную песенку Как называется? Песенка называется «Где тебя нет» Хорошо, пусть будет так Как всегда Живой звук, программа «Живые» Здесь сегодня Дайна Выдра Поехали, что ли? Когда она скажет тебе Стань немного взрослей И время вернется вспять Вновь платить по счетам Но кто-то из нас есть Бог Кто же тогда шарлатан? Я знаю Где тебя нет Когда она скажет тебе Просто иди вперед Ты не закроешь дверь Предпочитая сквозь снег Но кто-то из нас есть Бог Что же в тебе не так? Я знаю Где тебя нет ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Время идет к утру Полночь четыре-пять И ты по-своему прав Она скажет тебе Но кто-то из нас есть Бог А кто-то лишний в судьбе Я знаю Где тебя нет ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Наконец она скажет тебе Поздно уже пора И холодные капли дождя Ловить небритым лицом Но кто-то из нас есть Бог А я уже видел Этот сон Я знаю Где тебя нет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Выдра может быть и лиричной Как показывает... Добрая выдра Потому что можем Потому что можем Кстати сказать Вот если уж говорить о творческом процессе То Мне правда любопытно У вас песнь таких драйвовых поболее будет Чем лирики Почему так? Так исторически сложилось То есть лирики ее тоже много есть Но почему-то когда делаешь Концертную сетку В которой одна лирика Это... Не надо одну Она должна перемешаться просто Много лиричных песен на группы? Вот такого плана как эта Есть По меньшей мере еще одна Сегодня будет исполнена Ну хорошо, спасибо Но тем не менее В процентном соотношении все же Процентов 20-20 Ну побори Песен на самом деле Было не так мало Но действительно Когда в концертной сетке Звучит больше одной-двух Тем более, скажем, на сет меньше Там 40 минут Лиричных песен Эта публика начинает восприниматься Ну, они начинают скучать То есть хочется драйва Да А поэтому, как бы Песни, которые не играются на концертах Они, в общем, иногда Вылетают из репертуара Что прискорбно Что мы Что очень прискорбно Что мы периодически Пытаемся решать Мы их возвращаем в репертуар Вот, кстати, я думаю Следующую как раз Возвернутую и сыграем Да Кстати, тоже Не поймешь То ли она драйвовая То ли лиричная Что-то среднее, кстати Я почему? Потому что Я слушал и понимал Что совершенно иное восприятие группы Абсолютно иное восприятие Я могу сказать Что очень удачно Как-то раз Мы вернули эту песенку Такую, как вишенку На тортик На каком-то таком суровом Пьяном байкфесте Где вот там под сценой Такой зомбиленд Который колбасится Прямо месяц На пироговской версте Это было Да, да, да И вот в конце Мы говорим Ну, возьмите ваших женщин Ну, правильно Станцуйте с ними танец Женщины, возьмите ваших мужчин Ну, или кого-нибудь Вот И тут мы видим Как толпа вот рассасывается Как вот школьный Актовый зал И дискотека пятого класса Такие все по стеночке И несколько человек Трутся посередине Очень трогательно Ну, смотри Какая штука Ну, несколько человек Все-таки трутся посередине Еще под эту же По-моему, песню У нас отличные танцы На силу эти были Да Танцы толеранцы Ну, в общем, еще раз Стоит убедиться в том Что Выдра Это коллектив разноплановый Привет из Рязани Да, Инжги Элыч и Нанди Кто-то из своих, наверное Такой бред Более, чем своих Да Так, это кто это В Рязани-то Ну, это по шесташе Ну, да Элыч и Нанди Да, да, да Ну, я их видел По-моему, недалее Как на платформе На платформе они были В Ногинске Они среди организаторов В общем-то Участвовали И мы их прям отлично видели Теперь слушаю этот эфир Это приятно Это приятно Красивая лирика Вот, пожалуйста Люди откликаются Действительно Мне кажется, что Очень многие вещи Становятся понятны Прежде всего Про того Кто сочиняет эти тексты Ну, да Про фронтмена чаще Потому как именно он это делает И про музыкантов Сразу становится все понятно С одной стороны Драйв Как мне кажется Могу ошибаться Поправьте меня Вы музыканты Не я Тонкую Лиричную Балладную песню Сыграть куда сложнее Чем драйвовую И такую убойную Потому что там можно Ошибаться Там можно Промахнулся мимо ноты И ладно Все равно все остальные Мочат И драйв такой прет А в лирике-то тут Вот все должно быть Тоненько Изящно На тонкого Как говорят Тут работает Первое правило джаза И в том и в другом случае Уверенно взятая нота Фальшивой не считается В этом смысле да Но просто В таких произведениях Как раз таки Лажат и слышно А здесь ее нет Соответственно Вы тонко чувствуете Кстати Что касаемо аранжировки Хотел спросить об этом Еще в первом части Кто их делает Ну делаются они совместно Но в частности У нас вот есть Два мальчика Более или менее с образованием В отличии от меня И вот еще один У который даже закончил Музыкальную школу Барабанщик Да Так А басисты, гитаристы Это мальчики с образованием Ты их так называешь Ну так По сравнению со мной Не все с образованием Это ваше Ваших рук дело В общем совместными усилиями На самом деле В последнее время Чаще даже прям на репетиции Аранжировки очень красивые Правда Очень красивые Тонкие Очень такие Как бы сказать правильные Вот когда говорят Что все звучит Классный звук Очень много зависит Не только от звукорежиссера От музыкантов Которые умеют здорово Это все вкладывать Друг в дружку Ну на самом деле У нас получилось Все очень просто Мы перестали прыгать Выше головы Пытаться Когда придумаешь Все на репетиции Ты играешь то Что можешь сыграть И поэтому играешь Это хорошо И когда вот все Более-менее умеют Играть одно и то же Как у нас Надеюсь получилось Шутник Вот получается Надеюсь достаточно цельный Интересный звук Это действительно так А я на самом деле Какое-то время назад Просто понял Чего я хочу От музыки Которую я слушаю И понял Что это же нужно делать И в той музыке Которую я играю А чего ты хочешь От музыки А хочу простых эмоций Простых понятных Человеческих эмоций Не нужно каких-то там Сложных запилов Там не знаю Каких-то размеров Там замороченных Ну ты ведь можешь делать Сложные запилы Я нет Нет? Ты никогда этого не делаешь Ну в общем да Мне лень Ах просто лень А если бы стояла задача такая Ну вот если она встанет Передо мной такая задача Я посмотрю Что с ней можно будет сделать Какой честный человек И честный ответ Как ее можно избежать А вообще на самом деле Действительно Это очень правильно Когда люди честны с собой И честны с аудиторией Мы выше головы не прыгаем И правильно Мне кажется Это самый правильный подход Вот мы тоже выше головы не прыгаем Делаем что можем Хорошо-плохо Это уже решаем не мы А публика Что дальше будем петь? Дальше будет Да достаточно старая песенка Не так давно реинкарнированная Многие про нее забыли А многие Мы в том числе Многие так и не слышали Но мы ее как-то вспомнили И решили вернуть в репертуар Потому что как-то соскучились Как называется? Песня называется Крылья за спиной Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Дайна Выбра Поехали Погнали Погнали Субтитры сделал DimaTorzok Снова холодно Солнце рваные пустые глаза За зимой зима Души бабочки горят на лету Обещай, что не вернешься назад Выбирая для себя темноту Я вышел Крылья за спиной Бить так не одну Прячемся от солнца Боем на луну Крылья за спиной Ты прости меня За оковы За потерянный рай Не оставь блуждать В одиночестве На этом пути Я скажу тебе Детка, прощай И подумаю Детка, прости Я вышел Крылья за спиной Горло Фонаря Радует Оно Хорошо горят Крылья за спиной Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я- Из последних сил Набираю номер неба, нет Бей, подруга, боль Не стесняйся мне недолго терпеть Если ясно то, что выхода нет Перспектива, кошелек или смерть Я вышел, крылья за спиной Шел бы, да не пройду Кто теперь со мной Пировать в аду Крылья за спиной Крылья за спиной Крылья за спиной Ей, 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 ага Не, сложных запилов мы не делаем на гитаре Зачем выше головы прыгать так? Просто делебенькаем себе Не, ну чего, нормально А скромность на самом деле Она ведь говорят, что ведет в безвестность И кажется мне, что зря скромничать Все в порядке И с запилами, и с аранжировками Чего-то я слышу иронию в ваших словах Почему ты все время слышишь не то, что есть на самом деле Эта песня у Бельга Это наследие буйной юности Что это значит? Это тогда, когда он еще запиливал Да, пытался В общем, да Когда из этой песни убрали запил Она почему-то зазвучала А сейчас что это было? Вот так А, это еще не запил Это еще так Потихонечку По сравнению с тем, что было Это не запил Ну, наверное, действительно Есть логика в том, что Человек взрослее Перестает выпендриваться Он просто делает уже то, что умеет делать хорошо И никто не понимает Хорошо это или плохо До тех пор, пока не услышит Реально не услышит А, кстати, вот если иметь в виду Тот период жизни, который вы провели После нашей последней Вот той крайней Или, как там принято говорить Встречи Что за это время произошло? Альбомы есть? В перспективе есть, скажем так В перспективе есть даже не один Мы на самом деле Удивляемся тому прекрасному звукорежиссеру Который нас пишет И терпит Да, терпит Это замечательный человек Можно его? Можно, конечно Это замечательный совершенно человек Артема Матуни Тема, держись Мы скоро придем Да, нам еще много чего Мы сейчас твою любимую песню будем играть Тема, держись Да, 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 да Это, кстати, да Любимая песня нашего звукорежиссера Которую он сводил под нашим чутким руководством Примерно год А потом выкинул Почему? Потому что, когда ее свели и нарезали Получилось редкостное ничего В результате она переписывается Почему так долго? Он целый год ее сводил Перфекционизм наш В аду для перфекционистов Ни серой нету, ни огня И лишь слегка несимметрично стоят щербатые котлы Вот мы эти котлы и двигали Ну, что-то тут не так Вот тут вот Чуть по-другому бы сделать Шрифтами игрались Такими темпами вы будете очень долго писать альбом Надеюсь, вы научились так больше не делать Странно Ну, 8 лет коллектива, ни одного альбома Но это неправильно Да, но наконец-то был выработан алгоритм Который тьфу-тьфу-тьфу пока работает Это что за алгоритм такой? Брать и писать А не выпендриваться и выглаживать Очень редкий алгоритм, я вам скажу на сегодняшний день Да, действительно, очень мало кто так поступает Правда Конечно, надо брать и писать Вот на сегодняшний день в ротации всего Ну, 3 песни от группы Выдра А мне мало, мне надо больше Где их взять-то? Будет Где взять хорошие записи? Очень скоро будет Очень скоро это как? Если год одну песню он писал Не, мы уже серьезно ускорились Вот те песни, которые сейчас в ротации По полгода всего лишь писали Так что есть прогресс А, то есть у нас есть шанс еще при моей жизни Успеть от вас Кстати, неправда, неправда Они всего лишь по 3 месяца писались, по-моему Хорошо Вот, ты чувствуешь, промежутки все уменьшаются Меньшаются Нет, нет, Федя по полгода Ладно, в шатре поговорим Давайте дальше Что будет дальше? Какая следующая песня? А дальше будет любимая песня Артема Аматуни Привет тебе еще раз, дорогой Как называется? Береги ушки Песня называется Вавилон Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня Дайн и Выдра Поехали Дайн и Выдра Посмотри, кем я стал Тридцать лет Ни ума, ни денег Власти, ни перспектив Не смеши, не смотри С тоской налей Мне еще налей Раствори в крови Мое время С вечера до утра И пусть каждый из нас Где правда Спой мне право, Вилон Если нет сил, чтобы встать и собраться Спой мне право, Вилон Часы пробили двенадцать Спой мне право, Вилон Посмотри, что со мной Посмотри, на моем пути Остался один из двух Распишись, дай мне автограф Выпей со мной еще Расскажи, как мы дошли до жизни Дошли до дна Без долгов и без сожаленья Спой мне право, Вилон Для тебя все это красиво Спой мне право, Вилон Факты, домыслы, время и деньги Спой мне право, Вилон Пусть со мной Сохранит Спаси меня Спой мне право, Вилон Спой мне право, Вилон И не хватит слов Описать полумрак Твоих коридоров Твоих врачей Налей еще по дно И встань рядом со мной Рискни Я тоже рискну Разбить логово льда И пусть лед потечет слезами Спой мне право, Вилон Спой мне право, Вилон Спой мне право, Вилон Спой мне право, Вилон Странная реакция у музыкантов Они очень понимают, что Что-то где-то не так Но кто это знает Все хорошо Вот, я и говорю, что все было замечательно И не нужно Нахватить бабушку И никто ничего не заметил Не лохматьте, пожалуйста, у меня здесь бабушку Друзья, мы движемся дальше Напомню, выдра здесь сегодня Так называется коллектив Ну или там полно дайны выдра Да, так называется Ну, можно и так Можно и так Я не против Естественно Смотрите, что пишет человек К сожалению, редко удается попасть на концерты Но очень радостно слышать Насколько в лучшую сторону изменился звук По сравнению с предыдущим Отличным, кстати, эфиром И аранжировки новые Очень интересные Уверенные И голосы Инструменты Прям класс Лев Левин Или Левин Как правильно? А, знаем мы этого мальчика Ну, судя по всему, да Потому как он не каждый раз Может попасть на концерт Поэтому, значит, ваш товарищ Хвалит Приятно от этого мальчика Получать комплименты Он понимает что-нибудь вообще в звуке? Не знаю Комплименты всегда приятно получать Понятно Я сам в звуке ничего не понимаю Но меня это не смущает Как так не понимаешь? А ты от нас комплиментов и не получаешь Вот, в принципе, правильно И сиди себе И молоти Сиди и не журчи Практически Концерты я так понял Что ты уже о них сказал В общем, их не так много Ну, как сказать? Только фестивали в основном Не, это сейчас Сейчас просто сезон Это сейчас Сезон, фестиваль А осенью все будет? По осени все будет Конечно А где обычно? Где вам нравится больше всего выступать? Какие-то клубы же есть? Да вообще в Лужниках, наверное, хорошо В принципе, в Олимпийском тоже неплохо Там очень много Площадь большая Да? Да, да Площадь покрытия Не, ну а там как? Вот взял Жахну И оно еще звучит минут пять Ну, я сейчас скажу Жахни здесь тоже звучит Между прочим В любом случае Какие-то есть любимые клубы? Места, где любите? Ну, есть как бы Клубы, в которых очень любят нас Есть клубы, которые Соответственно В этой связи любим мы Вот та же археология, например Она прекрасная Маленькая Уютная местечка Где вот ты еще Курточку только повесил У входа А тебе уже налили То, что ты любишь Потому что весь персонал Знает тебя в лицо Заходишь в клуб А там весь персонал В майках Символикой группы Тоже, кстати, да Твоей вот Вот так И красота же Единственный клуб в Москве В котором я могу сказать Мне как обычный Запишите на мой счет А про счет-то они потом помнят? Конечно Они все закисывают Плохое место Нет, хорошее 46-47 Это короткий номер Для ваших смс Сначала пишите свои Про бел А дальше все, что хотели бы Адресовать коллективу Вычитываю, конечно, отовсюду И какие-то любопытные сообщения Если вопросы возникают Я, естественно, зачитываю В эфире Могу сказать, что в паузе Ребята спрашивали, что пишут Плохо ли? Хорошо ли? Ну, в общем, плохих Как минимум я Может быть, я не узрел Но ни одного сообщения С негативным оттенком Не было пока что Я бы сказал, что дорогая редакция Не дремлет Пока что Пока что Все Очень хорошо И, так сказать, очень Красиво Значит, вот Александра Аламова пишет Скептически была настроена После разочарования Из-за наива Ну, из-за того, что не случилось Но мне так нравится Позитив в эфире продолжается Веселые ребята Хоть и первый раз их слышу Эх, жалко Что нет картинки Сегодня, да, у нас проблемы с видео Но все равно видео будет Мы его пишем В любом случае Потом, чуть позже Если не в прямом эфире То как минимум в записи Сегодня вот так день сошелся Да День сошелся Грустный день сегодня День внезапности Внезапный Я имею в виду технически грустный А так-то вообще круто А так-то вообще все Замечательно Значит Время, я понимаю Что у нас еще как минимум Три песни Вы готовы спеть будете, да? Или больше можете? Можем и больше Можем тут в целом Я никуда не тороплюсь Мне на работу с утра Понятно Тебя я уже услышал С музыкантами Мы советоваться не будем Конечно Да Давайте тогда дальше Что-нибудь еще Что это будет? А сейчас будет еще одна Лиричная песня Вот Вторая Ты как раз обещал их две Последняя, да? Вторая Вторая Как называется? Вторая-вторая лиричная песня Песня называется По эту сторону с наут Как раз из тех, что еще не в премьерах Но уже в эфире Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня группа Выдра Поехали Я люблю ходить вдоль этих улиц Эти камни дарят Чувство дома Город бьется вместе с пульсом Я остаюсь по эту сторону сна Когда забудут друзья Когда женщины спляшут на наших костях Когда весна придет в города Я остаюсь по эту сторону сна Снег на ладонях не тает Боги ушли на покой Все мы когда-нибудь станем олдами Чтобы остаться собой По эту сторону сна По эту сторону сна Быть может все твои парни Были достойны тебя Сильно больше чем я Ворох любовных историй Жизнь колесо колея И каждый виновен по-своему Дай только волю себя оправдать Все бездны нашего горя Вся королевская рать По эту сторону сна Я не хотел просто так получилось Если сможешь, прости Я бескрылый с тобой Но я не стану крылатым Пока я один По эту сторону сна Славно! Теперь не придется скучать Грустно, что некому петь Помни, что слово взрывчатка Знай, молчание, смерть Что там за дверью родной вселенной У последней строки Выясним, но непременно Надо остаться другим По эту сторону сна Нет кольцевым дорогам Трасса до самых небес Вечность вовсе немного Я найду тебя здесь По эту сторону сна 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 Эту песню тоже должны знать Если кто-то слушает радиостанцию в постоянном режиме То эту вещь тоже должны знать Кстати, что касаемо записанных песен Сказал ты, что их немного Но есть что-то еще, кроме тех трех Которые есть у меня В приемлемом качестве Они сейчас доводятся до ума Я надеюсь, что в обозримом будущем доведутся Есть записанные, но честно говоря Мне бы совесть не позволил Но вот есть сентябрь записанный А сентябрь есть записанный, хорошо Но не наш Есть сентябрь Ну да, не ваш А все остальное сейчас сводится в процессе Ну да, с седьмого года начинаем Не, седьмого года уже сведено Послушано Похоронено Понятно Закопано Понятно Раскопано Еще раз похоронено Вот Андрей Архип пишет Как же иногда хочется остаться по эту сторону красивого сна Мурашки, снова мурашки Глубокий текст, красивый трек Задумался Устал думать Плюнул и снова мурашки По-моему, очень хорошая нотация Под эту песню Послушайте Вот мне правда сейчас стал Может быть некорректный вопрос покажется Может быть Не захотите, не отвечайте Но ни у кого об этом обычно не спрашиваю Но вас хочу Потому как понимаю прекрасно Что вы, мне кажется, слишком Либо слишком перфекционисты Либо пофигисты Вот чего больше понять не могу А вы зачем музыкой занимаетесь? Ну, я думаю, что имеет смысл ответить В порядке живой очереди Начнем с Феди Отскочу Снял себе ответственность Понятно Отвечает Александр Друсь Так Ну Ну я не Друсь, конечно, но ладно А фиг его знает Понятно А вот я, на самом деле, я без музыки просто не могу То есть я как-то раз вот на это все дело подсел И все, и до свидания Все, я уже просто себя не представляю в этом Артем Ну, в общем, тут та же история как-то Не могу остановиться Понятно Леш Как бы музыка, это одна из тех немногих вещей в моей жизни Которая заставляет меня что-то по-настоящему чувствовать Ну, Костя тогда остался Ну, наверное, сомнение такое Средне-арифметическое с ними со всеми Ну, потому что иногда кажется, что голоса в голове сведут меня к черту, к дьяволу с ума А вот когда они по полгода не появляются, становится еще хуже То есть ты свою болезнь перевел в статус нормального состояния Что делать? Я почему об этом спросил То, что вы делаете, очень круто Это правда, действительно, замечательная музыка Замечательные тексты Очень глубоко Очень красиво сыграно Но вы мне напоминаете художника, который рисует на песке Вот эти песчаные картины Ну, ведь красивые же картины, черт возьми И так обидно, когда он это нарисовав Там, песочком все это насыпав В секунду раз и стер Вы не оставляете следа за собой Ровно поэтому я вот их всех бил ногами практически И говорил, что так долго писаться нельзя В итоге после того, как я их допинал Сейчас, ну правда, мы серьезно сейчас ускорились И многое переосмыслили в процессе Прошлись по тем же граблям, по которым проходились еще там легионы просто музыкантов до нас И пройдут еще легионы после И все-таки мы сейчас очень плотно начали работать Над попыткой, ну хотя бы так Какой-то плевок в вечности, что ли, оставить А еще хочется сказать, что возможно ценность вот этой картины на песке Высшая ценность именно в том, что ее стирают там через мгновение после того, как она дорисована Что не отменяет необходимости оставить после себя в вечности какой-то отпечаток Хотя бы сфоткать эту картиночку и выложить в инстаграм Хотя бы сфоткать ее Но я сейчас вполне серьезно говорю У меня действительно аж вот мурашки от того понимания, что вы делаете замечательную совершенно музыку Вы прекрасный текст Все хорошо Придраться вообще ни к чему И не оставляете при этом никаких следов Семен, а эфир сейчас пишется? Конечно Вот И что? Ну ты хочешь сказать, что это спасет ситуацию? Ну вообще нормально спасать Вот смотри, вот к примеру, да, вот Юля пишет А вот эту песню я уже слышала, вспомнила Слушала радио в плеере песню, очень понравилась Не было возможности сразу посмотреть исполнителя на сайте, когда мелькает А потом из головы как-то вылетело Теперь уже буду отличать, как в ротации услышу Надо, чтобы вы звучали И это должно быть Понятно, что должно быть классно записано это все Вы же только за А что за? Вы с седьмого года за Восемь лет в группе Не правда Я с ними меньше Долго лежали мы на печи Но в итоге печка сломалась и пришлось что-то делать В общем, теперь надо быстро бежать Я думаю, что не один я этого буду сейчас требовать Потому что аудитория тоже Хотел сказать слово грубое и не эфирное В недоумении Озадачено Озадачено И это прекрасно Что может быть лучше, чем озадачить аудиторию Вот Не, на самом деле аудитория Есть шансы, собственно Не знаю Прийти к нам в модную группу И пинать нас там ногами Типа Работайте, сволочи Вперед, нет В общем, теперь нам уже все равно деваться некуда Аудитория поражена, я бы так сказал Поражена И это хорошо Я поражен, дорогая редакция Да-да-да Надо записываться и приносить сюда И это должно слышать Давайте дальше Что это будет? Да, две песни Еще две песни Давайте позитивную А вторую позитивную какую сделаем Давайте-давайте Что это? Ну ладно Что будет? Что бы за песня? А, сейчас будет еще одна очень-очень-очень старенькая песня Которую мы не решились играть в нашу предыдущую встречу Почему? Подумали, что может как-то не прокатить все-таки там Чего? Маяк, все дела Ну и что? У нас те же самые слова запрещены в эфире, что и там Да Поэтому мы их не будем здесь употреблять Но мы стали проще относиться к таким вещам Мы нет Как называется песня? Ну что ж, еще одна Еще одна очень старая песня Еще одна песня памяти Незабвейнейшего Степы Паладина Чтоб тебе сейчас откнулось Песня называется «Пацифа» Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня выдра, поехали Надо пошли подать сюда Я выпил портвейн Я запил его пивом Я буду сейчас говорить с тобой Нарисуй мне подсеку на броне Жилете раскрась Светочка мои острые пули Скажи, дорогая Готова ли ты к смерти? Не готова? Ну что ж, давай пойдем Покурить Покурить Волгого Питера Всякого хлама И теперь неформал Это имя мишени Буддизм, коммунизм Харикришна, Нирвана Да славится Ленон Да славится Ленин А нарисуй Нарисуй мне подсыпу на броне Жилете Раскрась Цветочка мои острые пули Скажи, дорогая Готов ли ты к смерти? Не готова Ну что ж, давай пойдем Покурить Анархия Мать Джадас тебе выжить Очнешься на завтра С больной головой Ты ушла на восход Искать свою крышу Возвращайся Я буду говорить с тобой Ну что, страна, аудитория Все вместе поем Нарисуй мне подсыпу на броне Жилете Раскрась Цветочка мои острые пули Скажи, дорогая Готов ли ты к смерти? Не готова Ну что ж, давай пойдем Рисовать по цепу На броне Жилета Красит цветочка Наши острые пули Скажи, дорогая Готов ли ты к смерти? Не готова Ну что ж, давай пойдем Покурим Субтитры сделал DimaTorzok Федору понесло После конца Но круто Круто Пошел в разнос Не говори И так это с лицом С чувством выполненного долга С чувством выполненного долга Пошел в разнос Отработал, да Свою партию Замечательно Братцы, ну что Времени у нас совсем мало Осталось буквально Десять минут До конца программы Имею ввиду в общем и в целом И одна песня Вот когда вы строили программу Сегодня Я просто вот дикто же Мало кого об этом спрашиваю А вас интересно Когда вы строили программу песен Ну тут Трек-лист Который будете исполнять Вы как По какому принципу строили? По такому Что мы сможем сыграть Быстро и без особых проблем Потому что Времени на подготовку То у вас не было Да, потому что Нам пришлось Сочинять все буквально на ходу Песни? Ну не песни Лист Это понятно То есть там не было Особых каких-то установок Ну вот надо Как ты сказал Две лирические Потому что это цепляет Три драйвовых Два кавера Или это само по себе родилось? Не, ну Если бы было такое желание Мы бы могли примерно Пол сета сыграть на каверах И было бы хорошо В общем-то говоря Ну просто есть Не то чтобы В этом была какая-то задача Есть просто такие песни Которые мы любим И они классные Их здорово Прикольно играть Как бы Ну просто они Вот мы кстати Одну такую же Любимую сейчас И чужую Под конец Опять не своя будет Ну ладно Все будут думать Что мы кавербер А это с того же Дорфиста Кстати будет песенка Ну ладно Уговорил Вы уже договорились Об этом заранее Я надеюсь Только что Я про нее забыл Ах то есть даже так Кстати У нас завидной регулярностью Бывает так Мы тужимся Пыжимся Перед концертом Не дали Как на крайнем фестивале Быть добру Вот Написали Ребята Вручную Там расписали Мы думаем На сцену Ну фестиваль Он же весь такой Хиппи-хиппи-хиппи-хиппи-хиппи Никакого трэша Да Надо играть без тяжеляка Надо играть Такую позитивную программку Мы выходим Там перед сценой Полная толпа Прекраснейших людей Которые кричат Давай трэшу Давай угару Давай металл В итоге мы отыграли Ту тяжелую программу Которую репетировали И ту которую не репетировали И вспоминали все Что по сусекам лежит Было очень смешно Когда отыграв песни 4 Дайн спрашивает публику Ну что давайте Может что поспокойнее А ему за лару Давай блэк металл Что там Ну и пришлось Такой диппепл Что мама не горюй Ну то есть получается Если так правильно Я понимаю С ваших слов Творчество у вас Очень разноплановое Разнообразное А вот тогда Еще один вопрос Может быть не особо Корректный А такой разноплановостью Вы балуетесь для чего? Для того чтобы угодить Всем слоям? Или это вам свойственно? Все подскочили Все подскочили Угодить себе Только себе В первую очередь Вот это круто Вот это правда круто На самом деле Я бы это чуть-чуть более резюмировал Угодить песня Можно блюз натянуть Не знаю На павер метал Или куда-нибудь еще Но он там будет Вот как сова на глобусе Я себе представил Сейчас сову на глобусе Все представили Блюз это блюз Вот рок это рок Хард рок это хард рок Вот оно как-то так сложилось Почему я об этом спросил? Потому что В свое время тоже были эпизоды И не раз я с этим сталкивался Когда Ну есть радиостанция Наша радио Чего все Пресловутая станция Все знаете ее хорошо Которая загубила Говорю об этом смело и вслух Огромное количество музыкантов Талантливых Только потому что Выстроила себе некий И не только она кстати Многие другие станции Которые пока работают За живыми российскими музыкантами Не те которые работают На хитах прошлого А вот те которые Как бы продвигать то должны Так вот выстроила себе Некую систему формата Своего собственного И если музыкант Не попсовый И группа не попсовая Рок-н-ролль Рок-н-ролльчикового Такого плана Она должна вписываться В этот формат Если она не вписывается То она туда не попадает И вот группа существует Работает Какие-то 5-7-10 лет Играет классную музыку Но не вписывается И начинают они думать Надо бы как-то играть так Сыграть ну хотя бы пару песен Чтобы вот вписаться В этот формат И вот тогда группа Изменяет себе Пишет песню А то и две А то и три Похожих на общий формат Звучания Их берут Они звучат А потом люди которые Полюбили эти песни Приходят на концерт Я как-то рассказывал Историю с группой Металлика Прочитал об этом Достаточно давно Когда человек безумно любил Пару буквально баллад Которые знает весь мир Да от Металлики Анфагиван И ту вторую И он считал Да и он считал Элз Мэттер И он считал Что вот это и есть Металлика И тут он решил Наконец купил билеты Это западный товарищ какой-то Купил билеты Дорогущие на концерт Металлики И чуть не умер в зале Потому что он никак не ожидал Что Металлика играет Совсем другое А баллада это так Не более чем запроводило Понимаете Мы вот не дали Как на крайней репетиции Например Делали вообще Какую-то непонятную Скопанку с элементами рэпа Так Ну вот Не то чтобы мы задавались Задачей Сделать такую песню То есть Вот по списку Так мужики Что-то мы вот в плане Рэпа маловато у нас Да Давайте Давайте Напрягитесь пожалуйста Надо больше рэпа То есть в принципе Вы делаете разровку И делаете песню Такую Как сама песня Того по вашим ощущениям Требует А все остальное Не имеет ни мальчиков Основной принцип Главное чтобы паровозик Делал чух-чух Вот и все То есть если паровозик Чух-чух не делал Значит что-то пошло не так Очень хороший Корея Очень правильный ответ Мне кажется Здорово Здорово И очень ценно Что именно так Вы относитесь к творчеству Мне кажется Что это самое правильное отношение Потому как иногда И музыканты Сами себя загоняют В рамки Типа нет Ну этого мы играть не можем Это же блюз Мы же не блюз коллектив Играйте Если оно ложится Так играйте Почему нет Чем больше будет Разноплановых песен И все посмотрели Почему-то на Фета Да нет Просто сразу вспомнилось Вот из предыдущего Нашего совместного общения Вот фраза Про когда Вышаг декадент блюза И слеза скупая скатилась Скатилась скупая Мужская слеза А посмотрели они на меня Потому что я упираюсь По поводу одной блюзовой песни Которую мы сейчас делаем Так Потому что не нравится она мне Не нравится блюз Или именно эта песня А нравится мне та песня Которая не нравится всем остальным А блюз-то ему как раз нравится Просто у нас не получается А вот это Опять же честный подход Смотрите как ребята Честны перед собой И перед публикой И вообще за это вам Респект огромный Я вот Лёше Гитаристу нашему замечательному Я ему Я наверное Неделю на мозг капал Что Буди в себе негра Разбуди своего внутреннего негра Прежде чем соло писать Ну а ты сможешь В итоге ты разбудил Разбудил Да Главное чтобы не Герцена Так и он в тебе Вот соло в этой песне Мне теперь нравится Осталось со всем остальным Разобраться Пусть все остальные Будут в себе негров Тёма буди в себе Ты негра Я поеду в Нью-Йорк Ночевать под мостом Как нам Будить своего внутреннего негра Жечь огонь Бочки в железной Скажите пожалуйста Что по времени Какая по хронометражу Песня Которую вы сейчас готовы Ну она минуты 3-4 3-4 Ну как раз мы по идее Должны вот вписаться Вот прям Мы впишемся Я скажу Скажу когда мы впишемся Подожди Секундочку Я просто должен Обязательном порядке Пару слов буквально Сказать на предмет Завтрашнего эфира Это тоже Обязательная часть программы Потому что люди же Ждут что будет завтра Надеюсь Очень надеюсь Что завтра днём Нам не позвонят И не скажут Что у нас есть Какие-то проблемы По завтрашнему Завтра группа Сегодня в мире Тем кто не знает Этого названия Я скажу так Високосный год Ага Вот Была такая группа Високосный год Теперь они называются Сегодня в мире Там сложная В общем Система взаимоотношений Разошлись Разошлись творцы Один в одну сторону Двое в другую сторону В общем в итоге Называется группа Сегодня в мире И играют они Очень понятно Что группа Високосный год Знают многие И знают прекрасно Какую музыку они играют Ну вот примерно В такой стилистике Завтрашний эфир собственно И пройдет А сегодня еще раз Огромная благодарность Вам ребят За то что вы такие Оперативные И смогли подменить Упавшего в асфальт Лицом Чачу Да мы за любой кипиш Кроме голодовки Да и наив Перенесли мы теперь Уже на осень Надеюсь там Чача перестанет Уже заниматься ерундой Кататься на роликах А будет заниматься делом Там дело будет уже к конькам Будет Вот опасно Опять же опасно Мне кажется Это все Но тем не менее Спасибо вам большое За то что вы сегодня Приехали за то что вы Сегодня отыграли здесь И за то что вы Познакомились С частью аудитории Которая вас возможно Не знала Теперь вас будут любить больше Как будет называться Песня финальная сегодня Хреново Да Спасибо всем большое Так и называется Да для вас Говорит и показывает Вокально-инструментальный Ансамбль Песни и пляски Народов севера Выдра Песня Хреново Песня Веня Дыркина Глубокого Уважаемого Нам человека Песня называется Хреново Спасибо огромное Всем до завтра Будьте здоровы Погнали Дом предо мной Взгляд за стеной Скоро отправят домой Я весь день на ногах Ущемленный в правах И уже месяц Сижу на бабах А под рукой Бутылка дряни Шмальнуть ее в пятак Тому, кто пьет коньяк Напротив Как это все меня Уже достало Как это все меня Уже достало Расскажи, дружок мой, Боба Отчего мне так хреново Там, где живу Там, на плоту Места себе не найду Рядом со мной В коморке одной Тот, у кого геморрой А та, что рядышком в постели Еще надеется на принца Дура, сколько лет Уж как это все меня Уже достало Как это все меня Уже достало Расскажи, дружок мой, Боба Отчего мне так хреново Расскажи, дружок мой, Боба Что б я имел Если б не пел Может, курил бы пэл-мэл Как же здесь жить Если не пить Может, удастся забыть Что под рукой бутылка тряний Шмальнуть ее в пятах Тому, кто пьет коньяк напротив Как это все меня Уже достало Как это все меня Уже достало Расскажи, дружок мой, Боба Отчего мне так хреново Хреново Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова